Тем временем французский парламент на фоне протестов начал обсуждение законопроекта об эмиграции. Новые нормы сильно ужесточат требования к приезжающим в страну, но также коснутся тех, кто легально или нелегально проживает во Франции. Наш корреспондент в Париже Алиас Сдыкова расскажет подробнее. Перед зданием французского сената сегодня шумно. Сотни нелегальных мигрантов собрались здесь, чтобы вместе с правозащитными организациями выступить против нового закона об эмиграции. В проекте немало предложений, направленных на ужесточение правил. До настоящего времени иностранцы, приезжающие в Европу, не регистрируются. Здесь или там их принимают, иногда их отправляют в другие страны. Но, как констатируют наши полицейские, мы не знаем, кто они. Не знаем их возраст, совершеннолетние они или нет. Зачем приехали сюда? И как только мы их задерживаем, они просят убежище. Потом их отпускают на время рассмотрения запроса. Длительный период, который не позволяет республике узнать, кого она принимает на национальной территории. Новая мера, которую будет рассматривать Европарламент, это регистрация всех иностранцев, прибывающих в ЕС. Со снятием отпечатков пальцев и всех официальных данных. Принцип нового закона, как его объяснил министр внутренних дел, быть добрым с добрыми и строгим со злыми. К примеру, будет обсуждаться квота на мигрантов. Предлагается сократить перечень тех, кому положена бесплатная медицинская помощь. Но самые большие изменения в части ответственности за нарушение закона. Так, в одной из статей предусмотрено упрощение процедуры выдворения за пределы страны. Официальной статистики о том, сколько нелегалов находится в стране, нет. Но два года назад их число оценивалось примерно в 600-700 тысяч человек. К этому стоит прибавить 5,5 миллионов иностранцев, которые проживают на территории Франции легально. Таким образом, нормы нового закона и ужесточение правил могут потенциально коснуться примерно 10% населения страны. Больше всего беспокойство у мигрантов без документов вызывает другая норма. Так называемая легализация по списку профессий, но на короткий срок. Ее уже прозвали иммиграцией на выброс. Нелегалы предлагают выдать документы тем, кто уже находится в стране и трудится, несмотря на отсутствие каких-либо прав. И в целом рассматривать иммиграцию как возможность решить проблему с нехваткой рабочих рук. Они говорят, что мы воруем у французов работу. Но что это? Всегда эта работа существовала, и никто не хотел ею заниматься, потому что это очень тяжелые условия, невыносимые низкие зарплаты. Никто из них не хочет эту работу грузчика, уборщика, мусорщика, кухработника. И жизнь нелегала – это кошмар. Это похоже на жизнь в военное время, потому что ты вынужден все время быть на стороже. Но вместе с тем ты постоянно сталкиваешься с оскорблениями и дискриминацией. Мы забываем, что во время войны во Франции это была прежде всего миграция и дети первой ее волны. Наша страна была построена благодаря этой миграции. Германия после Второй мировой была разрушена и экономически сильно пострадала, смогла восстановиться благодаря иммигрантам. И таких примеров много. И признать это – значит признать и саму ценность иммиграции. Закон об иммиграции для Франции настолько сложный и болезненный, что его рассмотрение откладывалось несколько раз. И в итоге пришлось на самый неоднозначный политический контекст.